Участковый и уполномоченный сотрудник ГАИ территории УВД. Поделки из картона, пластилина и пенопласта смастерили юные саровчане для конкурса «Полицейский дядя Стёпа». Он проводится Министерством внутренних дел уже восьмой раз. На региональном этапе лучшей признали работу саровчанки Виктории Гликман. На городской этап конкурса «Полицейский дядя Стёпа» у нас поступило 17 работ. По положению конкурса три из которых мы должны были направить на региональный этап. На региональном этапе конкурса принимало участие более 60 работ из разных районных центров нашей области. В результате конкурсная комиссия, состоящая из членов общественного совета Главного управления Нижегородской области, выбрала работу Виктории Гликман. В изготовлении поделки второклассница использовала пенопласт и фоамиран. Вдохновлялась девочка образами из одноименного мультфильма. Когда я пересмотрела мультик «Дядя Стёпа», то я придумала сделать дядю Стёпу добрым, смелым. Это дядя, который охраняет везде покой. В мультике он был высоким, поэтому я дядю Стёпу сделала высоким, а девочку маленькой. Саровские полицейские вручили победительнице почётную грамоту и наборы для творчества. Работа Виктории Гликман прошла в финальный этап, где представлены лучшие изделия со всех регионов страны. Поддержать юную саровчанку в конкурсе может любой желающий, проголосовав за её поделку на официальном сайте МВД России до 18 часов 31 мая. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.